Отреставрированное пространство историко-краеведческого музея распахнуло свои двери для посетителей в рамках Ночи искусств. Акция прошла под девизом «Искусство объединяет». Спасибо всем огромное за участие. Все те, кто присутствует здесь и те, кто по тем или иным причинам здесь нет, все приняли активное участие. Каждый на своем уровне. Кто-то на уровне законодательной власти. Очень непростые были вопросы по передаче помещений. У всех были свои мнения, но решение было принято правильное. Финансовый блок, исполнительная власть, ну и, конечно же, творческий коллектив музея, конечно, это особая благодарность. На теперь уже обновленном этаже музея органично вписалась выставка по батику заслуженной художницы России, члена Союза художников, участница всероссийских региональных, областных и международных выставок Марина Орловой под названием «Обнимая пространство». Орлова выставлялась в Германии, Шри-Ланке, Индии, Англии и Китае. Также ее работы выставлялись на Каннском фестивале российского искусства. Батик – это искусство росписи по ткани с использованием специальных составов. Все выполняется вручную, краска наносится на ткань с учетом художественного замысла. О процессе работы над своими полотнами художница подробно рассказала на мастер-классе, который прошел после открытия выставки. Всего в экспозицию вошло 12 картин, выполненных техникой горячего и холодного батика, и четыре графические работы. Ознакомиться с ними можно до 5 декабря. Я и технику-то изучила сама, потому что батика – довольно молодой вид творчества здесь, в России. Это же совершенно не российское искусство, если смотреть в корни. Для себя открыла, что у нас музей преобразился, что было очень приятно. Ну вот, зашла, пригласила подругу, маму, очень приятно. Впечатление великолепное вообще. Батик, ну, как бы, ну, открытие для себя сделало. Концепцию нового музейного пространства разрабатывал архитектор Алексей Воробьев. Он рассказал пришедшим о том, как проходила внутренняя реконструкция здания, и уточнил, что формирование выставочной экспозиции продолжается. Обновляя помещение музея, архитектор в первую очередь стремился к уникальности. По задумке автора, арт-пространство должно ассоциироваться с жителями, с самим городом и его историей. Хотелось именно на примере пространства музея рассказать максимально о городе, в котором мы живем, поскольку Краеведческий музей – это, в принципе, сегодня специфическое довольно-таки пространство, которое должно фактически об этом городе и рассказывать. Это экспозиционное пространство, которое состоит из нескольких частей. Постоянная экспозиция еще не сформирована, но мы точно знаем по концепции, что здесь будет. Здесь будет представлена история XX века, связанная с историей современного Щелковского района. И зал, в котором мы сейчас находимся, зал-трансформер для выставок, временных экспозиций, для концертов, круглых столов, краеведческих конференций, вот такой вот зал. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».